привет друзья решила вам показать небольшой процесс работы над портретом пастелью эта кошечка девочкам она сидит на кресле кресло мне такое довольно абстрактное но чтобы не отвлекал от остального покажу вам еще референс которого я рисую потому что там но естественно произошли изменения да где-то фон я немножко сделала иначе чтобы не показывать все что в комнате на заднем плане находится конечно и самого интересного какие-то вещи уже сделаны я имею ввиду мордочку глаза достаточное количество времени у меня на это ушло и мы принципе рисовали с вами уже глазки мордочку тоже я подумала что будет неплохо если мы подробнее разберем рисунок шерсти именно пастелью на примере лапки и вот у меня здесь еще остался хвост хвост еще одна лапа поэтому сделаем небольшой кусок я думаю будет интересно и поговорим дополнительно о карандашах которые можно использовать для создания вот таких рыжих котят потому что цвет интересный и хочется как-то до его разнообразить покажу все что у меня подходит для рыжих оттенков здесь конечно не только оранжевый но разные другие сочетания пока у меня шла работа над курсом по акрилу не успеваю выкладывать видео снимать поэтому решила немножко исправиться кому интересен курс по акрилу анималистика кошачьи портреты и вообще введение в акрил там есть и вступительное видео где я рассказываю его происхождение что как работать более подробно разбираем разные поверхности разбираем краски кисти в общем все 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 что может пригодиться если вы только начинаете рисовать акрилом и хотите делать фотореализм акрилом то записывайтесь на курс снизу я оставлю ссылочку ну а мы продолжим рисовать пастелью у меня практически да там на 95 процентов завершена мордочка грудка то есть скорее всего так оставлю может быть какие-то мелочи добавлю уже потом какие-то волоски дополнительные это лапка у меня тоже уже в нормальном состоянии поэтому покрыла я основными цветами вот эту рыжую лапу для этого меня разные были и яркие оранжевые это те самые монолиты про которые мы говорили до который я уже показывала на видео и многие из вас их прикупили себе потому что получается очень такая выгодная покупка огромное количество здесь самой пастели и можно с ними работать конечно делайте не какую-то супер прорисовку но основные моменты вот таким образом именно перекрывать также кстати замечательно подходят для рыжих котов все что связано с брюнзилом это из набора 24 цвета у меня вот такие карандашики брюнзил один идет по цвету как охара причем у них видите шапочки вот эти картинки цвета и сам карандаш очень отличаются окра она не такая яркая как здесь изображена более нейтральная это по цвету похоже на такую сиену рыженькую выглядит очень неплохо и знаете что еще здорово именно в брюнзиле какая есть особенность у них фактура очень мягкая такая нежная за счет этого можно удобно делать ту шерсть которая находится вдалеке да а на переднем плане прорисовывать с более четкими карандашами например вот такой у меня faber castell светло-светло-желтый они очень твердые даже это видно где-то по заточке что они вот таким образом видите затачиваются они прям плотные плотные где-то на готовом слое даже на пастель мате у меня это опять же пастель мат да как обычно они плохо вот так можно сказать рисуют но за счет этого они добавляют какие-то тонкие волоски и позволяют немножечко где-то подкорректировать оттенок это очень удобно и кстати в этом коте я нашла применение еще одного карандаша на первый взгляд который кажется очень таким нехорошим и странно потому что он очень-очень твердый здесь даже есть пометка это вот такой от лиры рембрандт белый пастельный карандаш он очень-очень твердый для чего он может пригодиться для каких-то супер четких волосков которые будут заметны уже по готовому слою потому что супер мягкие такие например вот как новый у меня вот такой вот кохинор белый уголь который можно считать в принципе альтернативой до ярким мягким таким оттеночком например дженерал со или карандаш который тоже яркие мне вот его посоветовала подписчица и он действительно классно перекрывает уже по готовому слою хорошо рисует им рисовать усы будет неплохо получается такая очень очень дорогая альтернатива там 100 чем-то рублей стоит вот такой карандаш ну и конечно его относительно надолго будет хватать также я сделал интересное сочетание именно в этом коте здесь у меня брюнзил вот такой пастельный по цвету посмотрите он такой яркий даже как будто неоновый по оттенку давайте я его где-то вот на нетронутом относительно кусочки добавлю видите он добавляет такое розовое как будто свечение что поначалу кажется вроде бы странно да потому что кота у нас не розовый и не такой прям персиковый он прямо классический кошка точнее рыжий оттеночек но за счет его вот этой яркости его можно здорово перемешивать с другими оттенками уходящими в желтый например и у нас получается вот такой рыжий оттеночек потом в него добавлять уже другие цвета так что у меня работа шла с довольно большим количеством разных рыжих но это и нормально потому что цвет многогранный при разном освещении рыжая шерсть она выглядит по-разному конечно и незаменим еще для рисования рыжих котиков сейчас давайте сюда их вот так вот уберу карандашики незаменим и очень очень хорош сейчас я его найду я его удлиняла специально это вот такой вот классический faber castle коричневый теплый очень оттенок который есть в наборах базовых по моему даже он идет сейчас в наборах 24 цвета и 12 цветов тоже вроде он есть он как раз замечательно подходит для рыжих углублений где-то в шерсти потому что он уходит в красноту а если мы рисуем рыжих котов мы не можем взять какой-то коричневый серым оттенком это будет странно выглядеть особенно если теплая картинка а у меня и освещение она довольно теплая и ярко это вечерний свет скорее всего когда кошечку фотографировали судя по фотографии и он как раз дает вот эти темные но в то же время теплые с красноватым оттеночком углубления но даже на него я где-то все равно наносила очень-очень яркий вот такой оранжевый этот ну да вот он тут называется оранжевый по мне он знаете ну прям супер рыжий и вот в киноварь такой немножко уходит киноварь красно-рыжий оттенок и вот этот он дает очень-очень яркое свечение где-то я его прям добавляла и немножечко им если затонировать область перед тем как делать тонкую вот такую прорисовку волосков я стараюсь заполнить максимально поверхность у меня здесь бумага светло-голубая пастельмат она у меня хорошо хороша для фона потому что фон мне нужно было сделать с голубым оттенком и так намного легче получается сделать фон ровным но для кота тоже неплохо потому что таким образом цвета не будут выглядеть какими-то безумными и очень яркими даже если мы с вами наносим какой-то очень яркий оттенок поэтому сейчас я прорабатываю дополнительные детали уже могу осветлить здесь у меня темный цвет относительно мы работаем от темного к светлому и сейчас вот по такой подготовки где светится немножко бумага я добавляю светлый карандаш вот этот жесткий который твердый как раз фаберка стал они в принципе все у них довольно твердые но все прям все карандашик за исключением может быть там некоторых зависит от пигмента тот коричневый который вам показывал с красноватым он кажется помягче немножко но все равно довольно четкую линию дает а этот прям довольно твердый но вот сейчас он делает то что нужно получается он может немножко у нас растушевать предыдущие слои где-то сделай четкую линию но в то же время чтобы он не получался таким безумно безумно ярким например как бронзил вот этот потому что бронзил они прям такие нежные такие мягкие мягкие и повторюсь подходят для смягчения каких-то деталей участка вдалеке у меня лапка все таки она находится довольно близко и поэтому ее хочется проработать почетче в общем нашла я такое себе сочетание оттенков именно для этой кошки мелкие использовала я только на фоне у меня были разные сочетания в основном я работала с вот такими сонелье небольшим набором я его докупала чтобы брать себе потом большую коробку здесь очень очень яркий белый вот такой прям он супер насыщенный такие же в принципе синие-голубые вот эти синие-голубые хороши для фона и где-то я делала сочетание с вот таким коричневатым серо-коричневый оттенок он принципе тепло смотрится на картине я его добавляла вот немножко сюда да чуть-чуть на кресло чтобы не получался супер яркий голубой думаю что когда я закончу полностью эту кошечку то каких-то свечений добавлю на фон с левой стороны наверху потому что тут получились очень свободные участочки хочется каких-то там сияний туда подключить и вот так вот по росту шерсти уже светлым карандашом я штрихую с левой стороны у меня волоски они изгибаются уходят в левую сторону опоясывают лапку справа уходит соответственно вправо и также с ним хорошо выводить какие-то самые длинные волоски за контур поэтому сначала вы делаете подготовку все что находится рядом там тоже кресло да вот этот кусочек глубине в моем случае чтобы потом показать сразу волоски которые там пушиститься и то же самое я делаю с лапкой задней лапой которая у нас вот здесь немножко видно вот она на самом деле идет она просто но лежит таким образом может показаться что это она но нет это хвост который прячется тут поэтому будет еще вот такой полосатый рыжий хвост на самом деле самый такой приятный кусок можно сказать потому что можно расслабиться и спокойно шерстку по прорисовывать что здорово с пастелью можно рисовать при разном освещении я эту работу начала при относительно таком дневном свете еще вчера потом уже вечером когда стало темно то я с лампой все это рисовала и пастель так не отсвечивает например как другие краски как тот же акрил акрилом лучше рисовать конечно при дневном освещении а пастель у нас довольно матовая никакого блеска нет и можно вообще в любое время дня и ночи рисовать просто выстроить себе какое-то адекватное освещение чтобы было не темно и чтобы не терялись эти рыжие оттенки потому что если будет свет у вас уходить больше в желтый например то изначально шерсть будет казаться теплее чем вот на самом деле она выглядит и вот таким же образом я уже прошлась везде по всем участкам видите сначала чуть-чуть причесала где-то темные зоны оставила чтобы у меня полосочки не потерялись и дальше можно с этой областью работать дальше если нужно где-то чуть больше уходящих желтым желтый оттеночек я использую вот такой желтый средний но который по мне он все-таки оранжеватый золотистый и он не так часто у меня использовался честно говоря видите он еще в заточки в той которая была изначально при покупке и следующий следующий очень-очень ходовой карандаш про который я говорила брюнзил вот он дает нам как раз красноватый оттеночек шерсти и его я добавляю на серединку всей лапы по чуть-чуть сглаживаю поэтому идет такая череда разных оттенков и разных карандашей по жесткости это даже по звуку он слышите прям более такой мягенький нежный легко касается бумаги и перемешивать хорошо все остальные слои а вот этот например более твердый желтый он более четко вот так работает соответственно я сильнее где-то нажимаю на него и даже по звуку слышно что он но немножко иначе себя ведет главное здесь сохранить у нас объем поэтому больше светлых я добавляю по краешкам а серединка у меня остается более плотная и на случай внезапного какого-то осветления я держу под рукой тот коричневый с которым работала фаберка стал прям вот надо его еще будет докупить он у меня когда-то терялся и я понимаю что его вот именно его очень сложно заменить чем-то кажется столько всяких карандашей да и они по сути где-то одни и те же но бывает привыкнешь к кому-то и тяжело его поменять из-за его твердости где-то из-за его яркости вот такую четкую линию он дает тут самое главное знаете что в таких катах которых идет рисунок многослойный вот как на шее например на лапах там не заблудиться поэтому важно сделать первый подготовительный рисунок подробный на который у меня тоже ушло много времени чтобы все эти ряды там найти не запутаться главное это делать по секторам поэтому я так работу и веду сначала у меня была мордочка потом вот кусочек груди лапка верхняя часть спина его сейчас делаем то что снизу доделаем мы небольшой кусочек с вами у этой лапы вот уже да такая она объемная получается я принципиально здесь не делала какую-то подложку с мелками так как изображение небольшое здесь бумага 30 на 30 получается соответственно такая прям миниатюрная прорисовочка небольшая здесь важно и затачивать ваши карандаш и довольно часто здесь их нужно точить часто я этого не делаю если большой формат потому что можно краешком какого-то карандаша рисовать здесь это прям делать обязательно иначе не получится тоненькой линии и вот таких вот легких штришочков в этом плане нужно затачивать и мягкие карандаш и особенно вот вроде бронзила потому что из-за их вот этой мягкости нежности они стачиваются быстро и у вас уже не получается сделать снова такую тонкую линию а вот эти твердые вроде фабора они дольше держат свою свое острое такое состояние можно точить чуть реже ну вот снова где-то я вернула такую темноту чуть-чуть можно пригасить ее рыженьким и дальше снова я это делаю светло-желтым поэтому здесь я заранее продумала что подложку у меня будет более яркая уходящая красновато-рыжий а потом с помощью желтенького я скорректирую этот цвет сделаю его более спокойным и заодно сделаю здесь всю прорисовку белые кстати тоже могут участвовать и вот эти жесткие про которые я говорила вот такая лира просто я вообще очень редко ей пользуюсь я подумала что нужно ее подключать куда-то потому что неплохой карандаш просто очень твердый но вот в этих случаях работает хорошо дает четкость но не дает очень яркого оттенка это я все веду к тому что даже если какой-то карандашик вы купили и кажется что ну совсем его нигде не применить то рано или поздно он все равно вам пригодится даже вот такие которые кажутся не яркие и там не пигментированный карандаш и можно сюда добавить побольше белого вот этот ряд передать и вот такая часть лапки получается уже готова самое сложно конечно сделать мордочку ее прорисовать но вот с лапами тоже бывает что на них останавливаешься пока прорисовываешь все полосочки которые здесь идут у меня не могу сказать что они один в один все наверняка где-то что-то я там перепутала но я стараюсь общее состояние этих полоса тостей сохранять давайте перейдем наверно к лапке тут еще кусочек чуть-чуть будет нуждаться в работе позже хотела вам показать момент как делать подложку теневую под участки вот лап хвоста когда вы понимаете что уже подходите к этому моменту стоит сразу сделать подложку чтобы потом красиво сюда выводить волоски для нее здесь потому что темный фон я использовала темно-темно серый карандаш им кажется что черный но нет он темно-темно серый совсем черный выглядел бы очень глухо а этот выглядит вполне неплохо поэтому когда вы сталкиваетесь вот такими моментами сразу добавляете рядышком карандашик делаете вот такую линию и выводите штрихи как бы на лапу ну либо там на хвост и и так далее сразу делаете вот такую пушистость получается контур этот контур который будет нам рисовать форму лапы это позволит сделать ее уже сейчас пушистой а потом доработать дополнительные участки вывести волоски уже за контур на темный фон я это делаю обычно именно в тот момент когда работают с этим кусочком потому что есть шанс что можно все это растереть где-то стереть подготовительный рисунок у меня такое было вот сейчас когда я делала часть правого уголка кресла у меня здесь уже был серый тон и я рукой все стерла немного прорисовку рядов шерсти справа потом мне нужно было ее заново делать старайтесь что-то подкладывать либо вести работу постепенно чтобы ничего не смазывалась на пастельмати конечно все держится хорошо но иногда бывают ситуации особенно если много вот так вот водите по одному участку что то может и повредиться вот такой вот контур я делаю точно так же я делала здесь с другой лапой мягко потом его оттушевываем оттушевываем нашу тень получается более мягкий переход к задней лапе пока особо не буду подходить потому что с ней я еще не работаю дальше возможно чуть-чуть вот здесь фактуру кресла я покажу немножко сильно его не буду все-таки передавать хочу чтобы в такой вот дымке котик получился а теперь когда достаточный слой у нас уже здесь есть мы можем взять с вами растушевку какой-нибудь небольшую сейчас посмотрю вот такую например можно взять растушевку среднюю это номер три мне кажется это из набора дыры дыр винта наверно были растушевки любую относительно чистую сторону выбираю и здесь можно мягко подобраться уже клапе скорректировать ее цвет оставить эту подложку можно даже не прорисовывая сейчас остальное кресло и приступить именно к работе с лапами зато у нас уже получается подложка на которую мы можем вывести волоски а все остальное доделать тогда уже будем доделывать кресло вот видите сразу лапка выделяется больше даже растушевка можно немножко уйти в лапу вот так вот ее смягчить погрузить сюда это тоже будет важно чтобы у нас все это выглядело естественно не было каких-то четкие границы контуров и после этого с такой лапы можно уже работать с осветлением на мой оранжевый слой я добавляю штрихи со светло-желтым стараюсь вести их по форме по росту шерсти вывожу сразу немножечко за края показываю где у меня идут блики где светлые участки на лапке вот так потом возможно будет еще затемнение с более темным но все равно уже будет складываться у нее какой-то объем и пушистость часто я уже меньше знаете как то внимание уделяю этим лапам особенно если вот за раз стараюсь целое животное нарисовать но это тоже очень важно иногда бывает лапа еще более пушистые когда кошечка длинношерстный у них прямо вот так вот торчат во все стороны шерстинки плюс длину шерсти учитываем здесь она будет более длинная чем например где-то в середине лапы середине лапы это практически у всех кошек шерсть она будет чуть меньше чем наверху у основания лап или вот снизу тут кстати можно чуть доделать иногда я вижу что какие-то кусочки они выглядят знаете так немножко нереалистично и можно с цветом с которым я работаю чуть-чуть их как-то исправить добавить больше волосков чтобы казалось что идет у нас такая максимальная пушистость поэтому эта лапка будет вот таким образом у нас вестись справа есть яркий рефлекс как раз то про что я говорила до слева светлый участок светлая полосочка у лапы и справа такое бывает тоже практически всегда да есть какое-то свечение дополнительно которая дает нам вот такие легкие рефлексы сейчас очень нежная получается лапа по цвету это значит что я добавляю сюда больше темных оттенков именно на темные места свет я стараюсь оставлять сейчас поработаем с таким красновато-рыжим если лапка будет очень уходить в красный оттенок нужно будет добавить сюда чуть желтого можно даже вот такого где-то желтого добавляла но его скорее на света тоже кстати очень нежные очень мягкие вот такого плана карандашики 100 было у меня их в основном знаете они в основном в оттенке в каких-то меня в желтых цветах в бежевых и в серых ну наверное да самые самые основные и они все очень мягко работают чуть менее мягко и чуть чуть менее пигментирована чем брюнзил но вот тем не менее очень неплохо брюндил видите даже сейчас что он делает он очень сглаживает все слои это значит что для дополнительной четкости потом снова я буду использовать более твердый карандаш чтобы показать какие-то штришочки более конкретные с тенью тоже самое чуть-чуть делаю плотнее участок тени получается снова я возвращаюсь к этому коричневому наверное вот слой таких три четыре три четыре захода со штрихами на минимум бывает конечно там и больше для того чтобы получилось объемное изображение редко бывает что вы сразу до в один подход сделали я все-таки стараюсь сделать небольшие подложки из какого-то цвета темненького и довольно яркого чтобы потом иметь возможность сделать его светлее и может быть если необходимость есть где-то скорректировать оттенок вот такая лапка у нас начинает потихонечку получаться даже здесь заметно что вот этот плотный карандаш жесткий фабор он именно работает как бы по верхушкам постельмата хотел постельмата кто работает знает да что очень маленькая фактура очень мелкая но все равно из-за своей твердости ложится именно на верхушках за счет этого получается и большая такая четкость и фактурность изображения а тоже брюнзилл он более мягенький соответственно он вот сторону знаете как как угольные карандаши вот он крошится он становится мягче поэтому он попадает во все ячейки постельмата во всяком случае глубже туда забирается и получается вот такое мягкое распределение то есть вот вот весь секрет да как работают карандаши более твердые и более мягкие все зависит и от бумажки у нас конечно чуть-чуть вот так лапку я затемнила больше яркости хочу добавить вот сюда на верхний участок неплохой вариант кстати работы с вот такими монолитами они хорошо дают такую легкую рисировку он уже наверх готового изображения вот сюда в серединку например я добавляю они чуть-чуть сглаживают эту область и он наносит свой яркий оранжеватый оттеночек то же самое можно сделать с нижней зоной если очень ушел в красноватый у меня я добавляю вот этот желтый она у них средняя до желтый средний она называется ну тоже не неплохой цвет что интересно в наборе нет какого-то желтого прям вот как лимонного да или по цвету как солнышко но у меня набор из 12 цветов вы можете взять побольше они в принципе очень неплохие можно их вот так вот применять но и получается что у нас здесь образуется еще один заход его можно сделать как раз белым твердым карандашиком сейчас будем смотреть насколько он позволит поместиться карандашу мой слой ну в принципе да еще ложится он из-за того что твердые ощущения как будто чуть-чуть царапает поверхность и это же ложится именно наверху получается вот такая вот фактурка и объем это все конечно такие вот мелочи до небольшие но за счет них и складывается работа и создается определенное впечатление плюс мы передаем объем чик то что более такой четкой контрастная она у нас сразу кажется что это на переднем плане то что мягкое получается на дальнем плане вот примерно так сейчас могу оставить лапу чуть-чуть покажу вам наверное хвостик да и посмотрим просто хотелось поделиться частью работы я знаю что это интересно и показать как у меня это происходит весь процесс здесь я контур почетче дело между задней лапой хвостом сразу можно больше темного коричневого добавить на темные полоски здесь трехи уже идут горизонтально и все равно в них нужно чуть-чуть поворачивать я сразу стараюсь сделать похожий рисунок шерсти поэтому штрихи идут и в одном направлении и чуть-чуть как бы наслаиваются друг на друга также мы показываем затемнение относительно наши уже готовы лапки заодно с помощью темной полоски на хвосту мы и будем выделять вот так обязательно когда делаете такие полосатые вещи с темным заходите на светлые участки потому что все равно вы потом эти зоны перекроете но зато они будут более реалистично выглядеть и объемно есть также тень понятное дело снизу у нас на хвостике значит здесь мы добавляем просто больше темного оттенка и дальше я иду по схеме такой красновато-коричневый брюнзил добавляю чуть-чуть на темные где-то капельку на светлые места пользуемся фактуры нашей бумаги а вот этот просвечивающий серый оттеночек он нам добавляет определенной сложности цвета до повторюсь он не дает нам уйти в какие-то супер яркие безумные оранжевые сочетания чтобы кот не выглядел как такой апельсин прям и плюс немножечко остается фактура в этом котел у меня знаете немножко прям по-другому шла работая чуть меньше тушевала вот не знаю почему именно такое настроение на тушевку именно с карандашами у меня в этом случае именно карандашики они работали как растушевка наверное из-за того что я знаю в принципе почему потому что работа очень мелкая много этих полосок и нет смысла взять большой кусок его затушевать каким-то цветом поэтому все шло вот так аккуратненько постепенно кажется вроде формат небольшой но занимает достаточное количество времени как раз из-за вот этих переходов иногда красноватый я добавляла это теп такая темная сангина от derwent а неплохой очень оттенок прям для рыжих котов в темных участках то что нужно мне очень понравился что касается коричневых более темных более глухих то можно их использовать в тенях это коричневый тоже вот такой вот монолит монолит у меня знаете сейчас идут просто как вот добавление легкого оттенка где-то как такая растушевка они еще не сильно на самом деле прямо пигментированные некоторые карандаши прям вот очень-очень яркие бывают здесь они недостаточно темные я бы сказала поэтому они скорее как вспомогательные такие нет не на верхнем слое скажем так они находятся снизу с более плотным коричневым я хвостик делаю потемнее и теперь можно снова сделать давайте кстати покажу как вот этот работает на светах яркий вот такой прям супер оттенок очень мне нравится такой светящийся розовато оранжево-персиковый брензил вообще замечательный работать очень приятно из-за того что они такие нежные такие нежные нежные цвета мягкие где-то посмотрите попал оранжевый как красиво вот этот розовый перемешался с ним и дал супер яркость вот он как такой блендер работает можно сказать в смешениях перемешивает все волоски из-за того что относительно небольшой слой у меня можно сделать еще фактуру с вот этим мягким карандашом он не сильно ее сглаживает когда слой большой они прям очень 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 масляно очень нежно работают и прям супер сглаживают с ярким белом теперь добавлю света дальше наверное я возьму светло-желтенький доделаю участочки на свету вот так сверху можно прям позволить себе где-то белого побольше в серединке снизу мы оставляем более такой плотный оттенок и хвост кстати если сравнивать его с остальными участками он не такой-то и рыжий у нас поэтому сильно оранжевить я его как-то не буду я просто чуть-чуть его ну вот так вот добавлю чтобы он сочетался с остальными моментами и в завершением завершения давайте еще снова возвращаемся к нашему самому первому коричневому добавляя проработку хвоста и чуть более явными делаю полоски так как из слоев они могли чуть-чуть потеряться по форме вот немного их дорисовываю сверху работу менее интенсивно чтобы карандаш ярко цвет не отдавал также если видите что не хватает где-то еще затемнение мы снова возвращаемся к первому этапу когда мы добавляли тень и исходя из тени так вот легко оттягивая карандаш я прорисовываю пушистость на хвостике вот и он становится еще более четким да вот сразу более ярким он становится ну что какой-то небольшой кусочек я вам показала надеюсь это было интересно и готовую работу вы сможете увидеть у меня в социальных сетях но наверное через там какое-то время потому что это тайный заказ человек не должен знать что для него рисует эту кошку и там когда она и получит я смогу ее уже выставить но здесь вам покажу такой небольшой кусок если есть какие-то вопросы по пастели по карандашам обязательно пишите оставляйте их внизу и заходите также на курс по акрилу кого интересует жилопись акрилом увидимся с вами в следующих видео пока друзья